Это происшествие на ОТВ в студии Елизавета Болдрева. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. Была уничтожена полностью вся отделка дома, перекрытие крови дома, распространение на соседние здания новогорной постройки. Мне удалось ее предотвратить. Глухонемой южноуралец лишился крыши над головой. Его частный дом охватило пламя. При установлении причин происшествия было установлено, что водитель ВАЗ-2105 перед выездом потребил лекарственные препараты. Две отечные легковушки не разъехались в Катав-Ивановске. Украина приехала. В принципе, она вовлечная. Одну тонну санкционного сыра уничтожили на Южном Урале. В России продукт запрещен. Ну, захотелось. У меня было денег. Житель Златоуста выслушал приговор за кражу бутылки водки из магазина. Глухонемой южноуралец остался без крыши над головой. Мужчина жил в деревянном частном доме. Жилище вспыхнуло и выгорело дотла. Известно, что огнеборцев вызывали соседи. И вот кадры с места ЧП. Пожарные борются с пламенем. Огонь заливают через крышу. Внутри дома уже почти ничего не осталось. Все сгорело. Перед крышением пожара было установлено, что хозяин дома находился в момент возникновения пожара. Непосредственно в доме. Он успел вынести некоторые вещи, там бытовую технику. К сожалению, все остальное было уничтожено пожаром. Была уничтожена полностью вся отделка дома. Перекрытие кровли дома. Распространение на соседние здания, на выгорной постройке. Мне удалось предотвратить. Многотонник врезался в отбойник и сгорел дотла. Это произошло на мосту над рекой, недалеко от Златоуста. А в Агаповском районе лоб в лоб столкнулись две иномарки. Есть пострадавшие. Все подробности в материале. Трасса М5 недалеко от Златоуста, от Многотонника, остался только каркас. Автомобиль МАН выгорел полностью. По словам очевидцев, кузов большегруза был пуст. Длинномер якобы начал тормозить и врезался в отбойник. Это произошло на мосту над рекой Куваш. Сначала вспыкнул моторный отсек, затем пламя охватило кабину и кузов. Благо водитель успел вовремя выскочить из полыхающей машины. Многотонник перегородил движение в обоих направлениях. На место ЧП выезжали пожарные. Две автоцистерны, восемь человек. А на Челябинской парковке задымилась отечественная легковушка. Машину лучше убрать надо. Соседний автомобиль отъезжает и в этот момент лада вспыхивает. За считанные секунды всю машину охватывает пламя. Огонь может перекинуться и на соседнюю легковушку. Ветер дует как раз в ее сторону. К машине подбегают двое мужчин и выкатывают ее со стоянки. Автомобиль удается спасти. Вскоре очевидцы достают огнетушители и начинают борьбу с пламенем. Оно никак не унимается. Тем временем машина покатилась. Ее пытаются остановить. Наконец удается открыть капот и потушить огонь. Помощь пожарных не потребовалась. А на трассе недалеко от Озерска вспыхнул микроавтобус. Видно, как маршрутка дымится. В этот момент из нее выходят пассажиры. Внутри, по предварительным данным, ехало пять человек, включая водителя. Люди успели вовремя покинуть салон. До дома пассажиры добирались на попутных машинах. По словам очевидцев, на место ЧП вызвали пожарных. Огнеборцы справились с пламенем. Две отечественные легковушки раскурочены. Одна из них чуть не вылетела в реку. По словам автоинспекторов, Катаф Ивановский пенсионер за рулем «Жигулей» выехал навстречку и протаранил ладу. В результате ДТП оба водителя пострадали. При установлении причин происшествия было установлено, что водитель ВАЗ-2105 перед выездом потребил лекарственные препараты. По данным ГИБДД, водитель, выпивший лекарство, момент в ДТП не помнит. Троицкий тракт «Челябинск-Иномарка» залетела на газон и ударилась о столб. Слева задело дорожный знак. Передний бампер разбит. Пользователи сети предполагают, что автомобиль ехал на большой скорости. «Челябинский маршрутчик» прокатил пассажиров с открытой дверью. А ведь на улице уже не жарко. Кроме того, пассажиры могут не удержаться и выпасть из микроавтобуса. На замечания водитель якобы не реагировал и вместо этого обсуждал все происходящее по телефону. По словам очевидцев, дверь была сломана. А это авария на трассе недалеко от Магнитогорска. Столкнулись Деу-Некси и БМВ. Корейская иномарка в смятку. У второй машины пострадал капот. По данным ГИБДД, водитель Деу пошел на обгон, выехал навстречу и там протаранил БМВ. Известно, что медицинская помощь понадобилась водителю Некси и пассажирке второго авто. Их забрали на скорой. Две легковушки столкнулись на трамвайных путях в Златоусте. Движение электротранспорта остановилось. И вот один из участников – водитель иномарки. Совершал разворот, получается, сюда. И не заметил, он выскочил с той стороны, просто с самой крайней полосы, получается. И вот здесь меня догнал. Получается, я стоял уже на путях, а он, получается, повернул на пути сюда ко мне, получается. А водителя отечественного авто здесь нет. С места ДТП его увезли на скорой. Мария Агеева, ОТВ. Тонну санкционного сыра нашли на Челябинском складе. 378 головок в южноуральскую столицу привезли из Украины. Всю партию хотели продать жителям города, но не вышло. Вот тот самый склад. Десятки коробок и каждая забита головками сыра. На них текст на украинском языке. Украина. Ну, в принципе, она логична. На прилавки этому сыру попасть не суждено, да и вообще в России ему не место. Украина, как и ряд европейских стран, включена в санкционный список. В рамках проведенных мероприятий установлено, что сыр подлежал реализации в розничной сети города Челябинска. В настоящее время товар изъят и уничтожен в полном объеме. С начала года сотрудниками Челябинской таможни выявлено и уничтожено более трех тонн санкционной продукции. И еще немного о продуктах. Житель Златоуста обокрал супермаркет, стащил бутылку водки и убежал. Но далеко уйти так и не получилось. Задержали автоинспекторы и теперь мужчина выслуживает наказание в суде. В тот день подсудимый был пьян. Зашел в супермаркет и стащил оттуда пол-литровую бутылку водки. Все это увидела директор магазина. Хотела остановить похитителя, но не успела, сбежал. Однако не смог довести до конца свои преступные действия, поскольку был задержан сотрудниками ГИБДД. Таким образом совершил покушение на открытое хищение имущества у Агроторг, причинив терпевшему имущественному вреду на общую сумму 310 рублей 20 копеек. Таким образом совершил преступление, предусмотренное частью 30, 30, частью 30 и 161 уголовного кодекса Российской Федерации. Покушение на грабеж. В зале суда мужчина трезв, как стёглышко. Вину свою признаёт, раскаивается. Захотелось, не было денег, может, что-то как-то, не знаю. Был пьяный. Но если бы был трезвый, пошёл бы он тогда. Пояснилось, что до этого мужчина уже крал продукты из этого супермаркета и был осуждён. Но вскоре снова, уже во второй раз, пошёл на такое же преступление. В итоге мужчину приговорили к одному году лишения свободы условно. Экс-директору Магнитогорской дорожной службы предъявлено новое обвинение. Статья о мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия, Максим Безгодов приобрёл комплект колёсных дисков для личного автомобиля за счёт ДСУ. Сумма ущерба предприятию 21 400 рублей. Напомню, Максим Безгодов, бывший начальник Магнитогорского ДСУ, сейчас отбывает наказание в колонии строгого режима. К шести с половиной годам заключения его приговорили два месяца назад. Обвинение вынесли по статьям получения взятки в особо крупном размере и мошенничество с использованием служебного положения. Теперь это уголовное дело направлено в областную апелляционную инстанцию по жалобе адвоката и представлению гособвинителя. Тем временем челябинские полицейские дарят подарки пешеходам. Там презенты полезные. Это светоотражатели, которые можно прикрепить на одежду, чтобы быть заметными на дороге в темноте. Раздавать светоотражатели обещают на крупных перекрёстках города сегодня вечером. Челябинцам вручат элементы, которые можно прикрепить на одежду. Это рекомендуют делать всем пешеходам, чтобы быть заметными в темноте. При свете фар светоотражатели становятся ярко-белыми. По данным ГИБДД, отсутствие таких элементов на одежде – одна из причин роста количества аварий. Так, например, 3 июня под колёсами автомобилей оказалось сразу два пешехода. В Сосновском районе сбили мужчину. Он шёл попутно с автомобилями. Недалеко от Картолов в ту ночь произошёл точно такой же случай. Оба пешехода скончались на месте ДТП. Установлено светоотражающих элементов. На мужчинах не было. Одеты они были в тёмную одежду. Это всё, о чём я успеваю рассказать. Будьте внимательны и осторожны. С вами была Елизавета Болдырева. Увидимся на телеканале ОТВ. А сразу после смотрите новый выпуск программы «Есть вопрос». Гость в студии – Александр Завалишин, первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области. Он расскажет, за счёт чего Южному Уралу удалось добиться высоких показателей в развитии сельского хозяйства. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова